Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. 2021 год Еврейской автономной области объявлен Годом Здоровья. А это значит, что у волонтеров-медиков Биробиджанского медицинского колледжа очень много работы. Мы всегда занимаемся популяризацией здорового образа жизни, работаем с различными возрастными категориями, работаем в медицинских учреждениях и помогаем медицинскому персоналу. Также наши ребята информируют население о предстоящей вакцинации против новой коронавирусной инфекции, так как здоровье каждого жителя области – это также наша ответственность. Смотрите выпуски. От идеи до воплощения стратегическая сессия «Инновационная Россия» прошла в Биробиджане с участием основателей инвестиционных венчурных фондов. Время проводить субботники в Биробиджане определили даты массовых весенних уборок. Привить любовь к спорту с молоду – квест на пути к ЗОЖ прошел в Биробиджане. «Инновационная Россия» – такое название дали стратегической сессии с участием крупных российских инвесторов, чья деятельность направлена на воплощение в жизнь инновационных идей. Венчурный фонд ориентируется на работу с молодыми и перспективными, коими полна еврейская автономия. Один из таких – Yellow Rockets – во главе со своим основателем посетил регион для знакомства с его возможностями. Наша компания занимается тем, что помогает стартапам расти, выходить на глобальный рынок. Мы инвестируем в стартапы, входим в десятку самых активных венчурных фондов России. Одна из наших сделок стала в прошлом году сделкой года на венчурном рынке России. Эксперты занимаются реализацией проекта «Инновационная Россия». Это действующие бизнесмены, основатели инвестиционных венчурных фондов, имеющие достаточно большой опыт в реализации стартапов и их поддержке в Российской Федерации. Ну и стратегическая сессия сегодня организована инвестиционным агентством как для органов исполнительной власти, непосредственно курирующих развитие бизнеса и цифровые технологии, а также и для молодежи. Работа экспертов велась на двух площадках многофункционального центра. На одной молодых людей знакомили с их перспективами, отмечая, что если идею от воплощения отделяет лишь недостаток финансирования, то эту проблему может взять на себя венчурный фонд. На другой площадке велась беседа с представителями региональной власти. Необходимо понимание, какой сфере жизнедеятельности. Население необходимо инновационное видение. Мы готовы и к другим новым инвестиционным проектам, к инновациям в сфере ЖКХ, строительства и к другим проектам. На сегодня мы заканчиваем другие проекты. Сейчас наша область рассматривает как инвестиционную площадку под строительство медицинского большого кластера. Заканчивается строительство завода по выпуску графита, второе месторождение в России, как вы знаете об этом. Поэтому мы готовы сегодня к общению, к использованию практик, которые мы сегодня получим, и будем применять их на нашей территории. В рамках стратегической сессии были обсуждены ключевые точки роста развития экономической системы. Намечены ближайшие шаги по реализации национальной технологической инициативы и развития технологического предпринимательства в регионе. Ольга Тимченко, Кирилл Богаченко, Новости 21. Даты проведения общегородских массовых субботников определили в ходе очередного совещания в мэрии Биробиджана. Жители города приглашают присоединиться к добровольческим акциям по санитарной очистке дворов, улиц, общественных пространств и прилегающих территорий областного центра. Их планируют провести в выходные дни 17-18 и 24-25 апреля. При этом в мэрии отмечают, что практически за всеми организациями и предприятиями Биробиджана закреплена своя территория. И призывают собственников уже приступить к их уборке, не дожидаясь специально отведенных для этого дней. Собственники, за которыми закреплены территории, убирают их самостоятельно. В том числе центральные улицы, скверы, парки города силами «Чистый город». Муниципалитет уже получил полторы тысячи мусорных мешков, которые распределят между активистами и представителями территориальных общественных самоуправлений, которые всегда ранее присоединялись к подобным мероприятиям. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. В игровой форме отметила молодежь Всемирный день здоровья, который отмечают ежегодно 7 апреля. Квест на пути к ЗОЖ прошел на стадионе «Дружба». Участниками игры стали восемь команд из Биробиджанских техникумов, колледжей и Преамурского госуниверситета имени Шалума Лейхима. Сегодня на станциях наши участники смогут проявить, показать как психологическое, физическое здоровье. Они смогут как интеллектуально побороться. Привить любовь к здоровому образу жизни с молоду – задача мероприятия. На станциях молодые люди демонстрировали не только спортивную подготовку, но и проявили себя в теории. В числе заданий – эстафеты, оказание первой помощи и тест на знание основ правильного питания. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Будь здоров». Организаторами квеста выступили ресурсный центр добровольчества, волонтерские организации области. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21. Смотрите выпуски. От идеи до воплощения стратегическая сессия «Инновационная Россия» прошла в Биробиджане с участием основателей инвестиционных венчурных фондов. Время проводить субботники в Биробиджане определили даты массовых весенних уборок. Привить любовь к спорту с молоду – квест на пути к ЗОЖ прошел в Биробиджане. Защита почти наверняка. «Бруноскин» сможет уберечь смартфон при падении, но не от глупого поступка. Вся красота и польза Камчатки в «Омега-3» из настоящего дикого лосося от Тымлотского рыбокомбината. Корма, лакомства и лежанки для хвостатых и пернатых в сети зоомагазинов «Золотая рыбка». Здесь вы не только сможете приобрести все необходимое для своего любимца, но и найдете ему друга. «Золотая рыбка» с заботой о ваших питомцах. Компания «Новострой» – это своевременный ремонт, чистые подъезды и дворы, грамотные специалисты, любые отделочные работы по современным технологиям. Сделай свою жизнь комфортнее с компанией «Новострой». За подробностями звони 24610. Нужна прихожая? Магазин «Купи для дома» на Пионерской 66. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Оформи заявку на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 777 37 37. Собирать шкаф с помощью отвертки или пойти в стройку. Взять мощные электроинструменты. Сэкономить время и деньги. За считанные минуты прикрутить полку, собрать мебель. И с легкостью, наконец-то, закончить ремонт. Магазин «Стройка». Выбор за тобой. Индивидуальному предпринимателю Синягину АЭС на работу в столовую требуется повар. Образование и опыт работы необходимы. Официальное трудоустройство. Полный социальный пакет. Наличие медицинской книжки обязательно. Заработная плата при собеседовании. Справки по телефону 8 914 016 08 52. Оградить себя и своих близких поможет магазин «Норд». Широкий выбор любых дезинфицирующих средств. Моющие средства для профилактики и дезинфекции. Салфетки, мыло. Проверено, сертифицировано. «Норд». «Шалома Рейхима 44». Нужна спальня? Магазин «Купи для дома» на Пионерской 66. Новый магазин «Комфорт» на Арбате. Товары для дома, детские игрушки и аксессуары по отличным ценам. И в честь открытия скидка на все 30%. Еще выгоднее и еще удобнее. «Комфорт». «Шалома Рейхима 8». Урожай круглый год. Заказывайте тетлицы на школьной 11. Крепкие, надежные, проверенные временем и непогодой. Любых размеров. Звони и заказывай. 222-89 и 8-914-815-96-78. Индивидуальному предпринимателю «Синягину АЭС» на работу в столовую требуется кухонный работник, мойщик посуды, официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Наличие медицинской книжки обязательно. Заработная плата при собеседовании. Справки по телефону. 8-914-016-08-52. Притоном для людей без определенного места жительства стал заброшенный дом по улице Волочаевская. С такой проблемой обратились живущие рядом биробиджанцы к депутату законодательного собрания ЕАО Елизавете Славиной. Выбитые окна и заброшенный вид говорят о том, что здесь никто не живет. По рассказу соседей, собственники покинули аварийное помещение в начале года. «Все, они не живут. Наверху тоже Ира живет. Собственностью являются. Да, собственностью являются. Все, они так же. Все. Ира наверху живет. Она тоже здесь не проживает. Живет у матери. А квартиры замкнутые остались. Да. Оставшаяся коробка по-прежнему подключена ко всем коммуникациям, а квитанции за коммуналку поступают в почтовые ящики до сих пор. Входные двери открыты, попасть в квартиры не составляет труда. Бесплатное жилье со светом и теплом облюбовали все, кому не лень. «Какая прописана?» «Тубовская. Да, но мы здесь не прописаны». «Вот здесь, как бы я сментально, говорю, как бы так, что эта квартира под снос». Пребывание бездомных и маргиналов в этом доме не обошлось без происшествий. Недавно пришлось тушить пожар. Рядом расположена переполненная выгребная яма, на беспорядок которой также обращают внимание легальные жильцы. Употребление спиртных напитков и его последствий здесь не редкость. Сетуют обратившиеся. «Приходят, утром уходят, вечером приходят, и вот это начинается. Бывало, у них и драки здесь, и одного на реанимацию увозили. И, короче, тут вообще что творится». Елизавета Славина взяла обращение на карандаш. В дальнейшем депутат проведет работу с организациями, ответственными за заброшенный дом. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21. Кроссом на открытом воздухе отметили Международный день здоровья. В забеге приняли участие ученики разных школ города, а также юнормейцы, представители российского движения школьников, юные спортсмены Федерации ММА, Кудо и Дзюдо. Спортивные мероприятия, посвященные Дню здоровья, проводятся ежегодно. И, невзирая на холодную погоду, забег состоялся. «Взрослые в этот день показывают детям, что как можно правильно и полезно проводить время. Ну, а дети, соответственно, перенимают этот опыт и будут служить примером для своих сверстников». В забеге приняли участие около ста человек. Стартовав на набережной города, финишировали спортсмены в городском парке культуры и отдыха. После забега ребятам раздали именные сертификаты участников. Юлия Долгополова, Денис Листюхин, Новости 21. В том, насколько пленка Броноскинс реально защищает телефон, смартфон или часы при нечаянном падении, царапине или случайном ударе, разбирались сегодня на Авторадио. Представитель компании Броноскинс в Биробиджане Виталий Диденко, кстати, отметил, что их пленка люди уже и банковские карты защищают. Говорят, они так не истираются и меньше размагничиваются. Ну, а, собственно, почему бы и нет, если изначально эта пленка была создана вообще для защиты автомобилей, который эксплуатируется среди пыли, грязи и камней. Это полиуретан, грубо сказать, антигравийный полиуретан, тот, который устанавливают на транспортные средства изначально для защиты фар, для защиты стекла, для защиты кузова, чтобы не было сколов. Компания Броноскинс адаптировала эту автотехнологию для гаджетов и вскоре стала популярной не только в России, но уже и шагнула в страны ближнего зарубежья, что подтверждает ее востребованность у реальных пользователей. Это не просто целлофанчик на экране. У нее идет четыре слоя. Это непосредственно клеевая основа, оптический клей, антиударный слой, самовосстанавливающийся, непосредственно силиконовая основа. Вот из этого она и состоит. Они бывают матовые и глянцевые. Но это и не значит, что телефон с пленкой Броноскинс можно без последствий теперь бить о бетон или класть под асфальтовый каток. Всему есть предел и разумные рамки. Хотя находятся, конечно, пытливые пользователи, которые пытаются эти рамки раздвинуть, но лишь сами себе причиняют ущерб. Были такие случаи, что выдерживает удар, сильный удар, все, но внутренняя матрица бьется. Плюс удары могут быть разные, понимаете, вот в этом плане. Поэтому рассчитывать на прям 100%, друзья, ну, конечно же, не стоит. В ходе эфира пришли к выводу, что близкую к 100% защите пленка Броноскинс может обеспечить только в сочетании с личной аккуратностью владельца. Виталий Диденко также рассказал об особенностях профессиональной наклейки пленки в их салоне, что на первом этаже супермаркета Самбери на Советской, о постоянных скидках для пенсионеров, именинников, а также объявил о грядущем расширении ассортимента, в котором появятся премиум смартфоны, умные зарядные устройства и суперновинка – американская защитная пленка. Подробнее в записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы все были дома. Социальный проект о детях, которые по вине безответственных взрослых оказались в детском доме. Проект для тех, кому не безразлична судьба ребят, лишенных родительской заботы. Чтобы все были дома. На канале НТК. Генеральный спонсор проекта ООО «Транснефть. Дальний Восток». Здравствуйте, с новостями бизнеса Вячеслав Позвоник. Вадовостокский государственный университет экономики и сервиса – один из крупнейших на востоке России образовательных холдингов. В ГУЭС входят сотни лучших университетов России. За достижения в области образования вуз удостоен премии правительства Российской Федерации. В ГУЭС – современный международный вуз. Здесь обучают студенты из 20 стран мира и 50 регионов России. Новаторская методика проектного обучения позволяет студентам уже во время учебы выполнять реальную работу по заданиям бизнеса, что дает преимущество на рынке труда перед выпускниками других вузов. Партнеры в ГУЭС – это более 500 крупнейших предприятий и компаний региона. Все они – будущие работодатели для выпускников вузов. Кампус в ГУЭС расположен в самом центре города. Пройдя аккредитацию, университет подтвердил, что качество реализуемых образовательных программ полностью соответствует государственным стандартам. Студенты в ГУЭС – это бизнес-лидеры региональной экономики. А учиться во ГУЭС – это значит сделать выбор в пользу процветающего Дальнего Востока России. Выбирай, решай, действуй.